ну так вот ребятки приехали вместо нашей ночевки но мы еще по пути кое-куда заедем здесь все по месту город называется тазер 37000 населения метрополь регион по моему 40 чем-то или 50 но не важно сам факт то что он считал он был этот город очень важен для римлян потому что это был портал в пустыню то есть последний оазис а потом пустыня так что вот я посмотрим что мы здесь имеем 400 метров и налево что едем вот там прям на кольце налево походу да вот большое кольцо ух ты здесь здесь налево хорошо я по кольцу дадим кругля давай давай езжай что-то как не родной сколько тут детей но моторашки вон там рынок пошел дядя не шли да я проеду хорошо еще навстречу никто не едет вообще разбит матрас фары нет прямо вообще там люди просто пешеход где здесь нету так едем давай сейчас ищем где парковаться потому что я он туда в толпу не хочу лезть а там и перегорожено вот на мотоцикле обгоняет блин куда вот офигеть так едем держите детей у нее сюда я бы не поехал точно нет лошади еще карета короче мелкая пробка ну как мелкая машина мотоцикл туда там велики стоят машина назад сдает там лошадь стоит я понятия не имею налево вообще без вариантов выехать если нам повезет то мы выйдем направо так что так куда ты слева справа со всех сторон как тараканы со всех щелей лезут в налево вообще нет шансов если направо вылезем то повезет налево они стоят все проедет на моторашки в телефон он опять упялился он тебе сигналят ну ребят я в нагляд просто вправо вылез от рассосались сережка едет него видишь туда мы вообще просто офигель давай давай пацан проходить не забыл бельгиец на опеле на это еще у него это как блин его зовут этот cabrio opel бельгиец прикольно бельгия где миля вот миллер идет 13 номер действительно у ребятки это была ошибка реально сюда прям в центр ехать но 37000 населения что я думал там город как город давай мюллер с толкача прям прыгнул на него пошел так убери свой мопед это куда вообще ой-ей-ей-ей-ей-ей прям как на бали в индонезии я не смогу здесь встать год hello kitty так я поехал отсюда вот здесь дороги пацан мне не до зданий да вот красивая она действительно едем представляете вот от ребятки это маленький город 37000 населения я просто решил камеру не выключать показать через что я проходил в тунисе в том же самом где 700 тысяч человек в других городах по 200 по 300 тысяч тот город с факс в который я так и не решил сунуться потому что он 2 по численности потому что не то что это невозможно это тупо неудобно вот просто время терять сейчас здесь припаркуюсь и мы решим что мы делаем ну так вот ребятки оттуда выехал из этого ада слава богу здесь попался карфур market вот он из бесплатной паркляции мы короче здесь за бомбились поройся переодевает шорты в машине блин хорошо у нее сарафанчик шорты отдела сарафан сняла прелесть и мы идем здесь полтора часика погуляем ветер здесь не такой жесткий но жарище 31 градус до сих пор время пол седьмого 7 по 8 уже будет так ну пол восьмого 8 уже темно будет так что мы хотим здесь полтора часик час полтора полазить и потом в отель мы живем в этом же городе там машину поставить и уже выбраться с непосредственно опять город покушать почему мы не вы сначала в отель поехали хотим еще город днем увидеть вот поэтому так что сейчас идем город так ну идем рынок с дынями совсем подряд фотоаппарат оставил в машине на заднем сиденье накрыл его полотенцем из него таскаться вообще прелесть просто так а тут фиг обойдешь дай за моторашек но ничего попробуем морозька там пошла на поступила идем гуляем так такая архитектура сейчас вон туда в центр где весь движняк где оставил пробки снимал вам это все сейчас идем туда так пару сбегом перебегаем вот мужик какой-то сейчас солнце зайдет сейчас начнется жор у них ребятки рамадан первый день сейчас они начнут а мы сейчас кстати посмотрим следят они не следят за рамаданом местные едят вообще не едят чья видно будет а чё вам рассказать ребятки сижу на заправке наблюдая за этим адовым трафиком не сильно много машин но это на настолько беспорядочное движение реально бруновское движение отдыхает эти атомы друг с другом не сталкиваются но разлетаются в разные стороны сейчас думаю русскую она в туалет побежала вон там сзади меня выдвинем дальше такой жестокий шум ребятки из-за мотоциклов из-за сигналов из-за ветра вот лошадь смотрите привязанная тг-тг-тг-жеребенок ничего не слышно я даже марусь и не слышу приходится орать а переходим переходим вот по этой улице мы выезжали ну давай маруся вот еще бельгиец так вот теперь вот дяденька полицейский стоит оштрафовал говорит хватит теперь бегом марусь мотоцикл стоять бояться мы перешли идем эта улица он какой-то какая-то площадь спереди типа фонтан типа круговое движение что-то такое и там понеслось вот отсюда где-то с какого-то перекрестка и выезжал а мечеть ага вот сверху я вон туда смотрю жесть смотрите ребята машина вся газоном обшита ну знаете такой ковер типа газона стелят на балкон и обычно вот пежо весимушит вот тут началось пешеход закончился пишет этот тротуар и все трафиком с машинами движутся но и мы из толпы выделяться не будем налево стой давай бегом куда это опыт который я никогда не забуду так вот тут ребятки рынок по крайней мере машины здесь не катаются только люди толпа людей держись за меня за карман до чтобы не потеряться просто вот что-то тут вида какая-то вот давка что-то что-то там происходит они за что-то спорят толпой деньги горит дай продукт купи передвигаемся направо направо сюда прямо давай сюда прямо здесь пройдем по тротуару здесь меньше места меньше народу но вместо больше афигеть ребятки так как здесь пальмовые оазисы один из самых больших это один из самых больших городов где финиковый город короче ёшкин кот а красиво да я не могу наверх смотреть вообще никуда не могу смотреть только на дорогу чтобы не задавили куда пропусти мотоцикл на углу станем нифига красота будь здоров тут тоже жесть толпа собралась вокруг фургона и он что-то кричит арбуз кто кому какой постучал сочный восточный говорит африканский бери все подходят и кричат я его возьму другой горит я больше дам а офигеть не это что-то во финике финиковая палатка все на меня смотрят во первых я гопро держу снимаю во вторых то что я не местный что ты здесь потерял пацанчик а гуляю я кстати не знаю как мы у меня были впечатления о Тунисе до того как я сюда приехал я думал что все здесь меня будут на меня будут смотреть как на я не знаю на военного пленного из из немцев в сорок пятом году если бы он стоял на красной площади но мне скажу знаете в лиме было было страшнее в разы чем здесь здесь я все равно как бы по сторонам смотрю но я себя процентов на семьдесят чувствую уверенно как бы все ништяк будет они просто смотрят и не такие наглые выглядят они не по криминальному вот так вот я вам скажу никто меня обокрасть не захочет и убить тем более вот в лиме в перу было в разы страшнее так что идем тут что-то трэш закончился марусь я обратно хочу я соскусился идем так ну мы подходим ребят к парку куда мы изначально ехали к этому оазису где можно на ослах на лошадях на верблюдах кататься сейчас посмотрим как мы будем по нему передвигаться по парку и вообще что это из себя представляет так что вернемся когда что узнаем так ну вот ребят кем мы подошли называется плян де ля вилле де то жур и вот город а вот оазис вот это все вот оно все пальмовое и сейчас смотрим что здесь да вот парку туристик ага и сколько это идти ой 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 ща посмотрим ща прикину глядим у людей спокойнете ага но чаквак ща посмотрим тишина гудения моторов закончились все по уезжали все смотри пальмы горели знак обгорел короче до первой дестинации 11 минут пешком идем до нее посмотрим что там и дальше вот тут пальмы горели вот прям все пожаре было а вон там вот туда тоже все ой 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 идем вот сахара лагуна не знаю честно говоря куда мы идем вдоль забора какого-то тут пальмы сейчас из лесу вышел мужик просто идет и у него поводок в руке вот дортмунд начал играть с франкфуртом Маруся оповещение пришло я уже в наизу знаю но в любом случае выходит из леса и у него этот поводок то есть собаки еще не видно ну и мы ее так и не увидели право лево ну и в любом случае идет и смотрит на меня я ему говорю сова а он мне в этот момент говорит бонжон месье так приятно просто круто не просто там привет как дела что-нибудь такое месье так что вот думаем куда идти и идем там даже две ветки фиников вот одна вот вторая висят еще до сих пор красотища а я хочу финик давай взяли о гранат вот маленький еще не соспел а вот эти уже пропадают боже ж мой я сейчас бабуяник поелезу на пальму вон тебе фиников добывать смотри сверху сколько их красота красота вот он маленький гранатик красотища а вон они а большие валяются они уже сгнили морозь вот еще два о найди мне я тоже хочу вроде финик нашла что я не хочу лазить вот они вот видишь прямо на стебле да вот черный маленький везде не то с травы с травы ага вон собачья какашка блин сейчас я нашел финик блин а нашел кузне а потом сказал не нравятся мне финики не такие которым я привык тут опять все тоже пальмы выгорели страшно красота все равно юху у фрайбурга появился шанс у нас дортмунд выигрывает 1-0 дембеле забил молодец мужик красавчик идем пальмы как шумят ай-яй-яй ага вон как штормит просто верхушки финики гранаты еще и инжир все что хочешь может ты нашла одну вроде спелую можно было съесть но к тому же червячок жил но оставили пускай живет там дальше собаки гавкают там идем дальше о препятствие там забор марусь и ну вот там перелезем вон видишь столб а там другой да тут вода ну че разворот и назад ой-яй-яй собака я аж испугался хотел сказать ребятки тут финиковый король живет он финики собирает по ночам ходит а у него собака вон гавкает гавкать значит не кусается это уже хорошо вот смотри миска 4 миски маша как минимум 4 собаки вот он костер зажгет вот его хижина никого там дома нет так ну где собака там и хозяин я думаю не обязательно собака преданный друг идем смотрим вот финики смотри сколько их тут валяется ой-ой-ой как пахнут там вон две белая и и как такая рыжая три ой-ой-ой они сюда гавкают и смотрят так где выход прямо ну идем че прямо мы прямо сейчас дадим по дороге давай мне радует что о а это в кустах гавкает мне радует что остальные убежали а это гавкает ну иди сюда я еще гопро вытяну будет окончание у меня как клюшка для гольфа начну махать зато вот это селфик будет когда гопро встретит собачку что если она ко мне прибежит всем селфи-селфи ладно идем ищем выход мы не по дороге мы как обычно в лес забрели теперь по GPS выходим да тут опять забор и ров с водой наверное так ну че вон кирпичи там что-то есть думаю мы идем котик кис-кис-кис как ты с собаками здесь живешь ну не я тебя не хочу тебя трогать я европейских не трогаю все идем на выход опять мимо хижины Робинзона Круза не знаю вон может боняк какой-то у него там кирка была блин в воде отстояла может отмокала уже от мозгов чьих-то не хочу экспериментировать едем ну вот так вот ребятки выбрались на дорогу вон город буквально через минут пять начнется идем прогуляемся по Медине найдем что-нибудь покушать кушаем и потом едем в отель таков план вон черненький песик и беленький не хотят не хотят у нас уже вечерей едет нет в этих пальмах вот эта мошкаратая тварь все ноги искусала чешется все на свете идем мечеть кричит во все о там даже вон там мечеть светится как кефелева башня видишь огоньками короче солнце зашло начался жор вот там стоит полицейский вон на джипе полицейский участок машина в полицейском форме вышел у него на капоте такой поднос я думал ну я за два раза столько не съем финики персики потом мясо всякие ну вот эти там чикины кускус какой-то ну там реально столько блюд видимо весь день не ел солнце зашло началось о все мечети прямо классно а мы идем в медину в старый город улица опустили все по домам сейчас забились и кушают походу сидят прям реально со всех сторон молитвы пахнет чем-то непонятно класс ух ты так мы идем вот табличка кафе бербер идем туда так ну ребятки проходим через такую красоту смотрим старинные двери а вот и мечеть там слева я не стал снимать вон там прям люди стоят молятся все улицы закрыты ребят вот читает молитву прямо ну да чует мое сердце сейчас здесь город будет пустой потому что мы проходили там где рынок где столпление людей было сейчас прошли палатки абсолютно пустые нас буквально час не было палатки абсолютно пустые и вообще ничего никого тишина на улице даже машины не ездят только солнце зашло молитва прошла они сейчас все по домам сидят и кушают если это так то вот она прелесть рамадана после захода солнца гуляйте хоть угуляйтесь город в полном в вашем распоряжении так что идем по таким кирпичным улицам красиво с каждого окошко смех женские звонки голоса красотища Морозь мы вообще правильно идем? мы просто идем а мы просто идем ну пойдем красота как дар деда дар деда ресторан ага идем так ну вот улица я что-то не в то время приехал сюда или что машина времени меня перенесла когда смотри вообще улица опустела я же здесь пробки стоял вот здесь вон там базар был рынок мечеть он говорит Аллах Акбар им улице да они все на молитву поехали я не думаю что сейчас хоть один магазин будет работать вот хотя бы такой ну да а вот магазин работает пойдем надо что взять нет идем дальше я пить хочу пойдем возьмем воды пойдем за водой ну вот вода но не продает ее ой-ой-ой ну зашли говорим аква дай он говорит нету как нету он говорит сегодня рамадан и и кричу да он говорит рамадан нет воды дал нам Маше три финика мне один я говорю он тебе три финика дал мне один я вижу я вижу что толку кафе открыто рамадан пацан сидит курить главное воду нельзя курить можно нет так идем дальше по пустынному улицу по пустынному городу на этом перекрестке я вам снимал просто показать какая жесть происходит в городе понимаете что происходит вот здесь вот это вот которая должна была светиться помните этот рынок когда мы проходили если бы я сейчас сюда приехал в такое время в этот город если бы мы где-то там задержались я бы подумал что такое просто люди вымерли не вот реально прикиньте какой час минут сорок назад они здесь были я тут ходил как селедка а теперь вообще ни одной души вон продукты даже стоят на прилавках я бы подумал что реально кто-то просто вот так на кнопочку нажал так вот одним щелчком всех людей стер из города а вот один какая красота весь город для нас марусь классно пойдем ну короче вот первый мотоцикл проехал первая машина и первые четыре человека которые выбрались на улицу после молитвы я думаю сейчас город все равно забьется опять они поели помолились да вон люди вылазят на улице так ну давай марусь ищи идем что-то видать мы того мужика неправильно поняли который нам говорил но аква но он еще потом что-то добавил на французском а наш французский с марусья как известно вообще никакой но вот тут ресторане два мужчины и женщина сидели кушали за углом местные притом это их кафе у них нормально там вода стояла по полторашки на брата и ели ну я понимаю весь день голодали марусь мы опять в полиции вышли вон прямо так идем нет блин это реально как зомби апокалипсис зомби все поели я еще не удивлюсь милый ёвович вот отсюда выйдет с топором и скажет серёжа беги сзади тебя я такой поворачиваюсь и такая толпа людей просто так вот уже зомби видите они уже весь дом сломали всех выели здесь идем вот этот ресторан который гугл нам показал который должен был быть открыт он не работает вообще ничего не работает никто ничего в столовые которые местные или забегаловки их ну где они едят кафешки они тоже посуду моют и походу закрываются господин бонжор где открыт ты же сказал тот ресторан ну тот закрыт давай сюда зайдем пошли посмотрим идем а так ну чего ребята то то куда зашли он работает нам сейчас омлет сделают вот уже принесли воды слава богу и будем кушать а вот и моя яичничка короче я хорошо поел маруся объелась яичницу взяли омлет сыром наши сейчас такая целую тарелку салата навернула я багет пол багета такого съел который и этой мажется у них острая тут эта тунизийская штука это просто огонь ребята огонь не в прямом не в переносном в прямом смысле слова просто изо рта зажигалку подноси как драгона дракон огнедышащий мужик спросил откуда мы поляки русские когда стояли возле карты общались мы ему сказали немцы второй тайм начался счет 11 блин но это мы говорим немцы он говорит немцы дойч алискля и все все заказ у него на х а очень хорошим немецком при том построение предложения и акцент его потяну как слышно что он венемец видно но совершенно вообще клёво было потом сказал что мы поели на 14 динар мы ему 15 дали вот он спасибо сказал мы поблагодарили тоже за еду и идем к машине минут 12 еще идти забираем ее и минут 10 ехать до нашего отеля и по пути мельдумс если чё пустынные улочки этого города и ребят видно силуэт как бы луны но тонкий тонкий полумесяц прям в день рамадана представляете я вот честно не знаю у них фиксированная дата рамадана или они именно по луне по полумесяц уравняются вот ну или как пасха там какое-то последнее там воскресенье или как она я не знаю тоже высчитывается вот не интересно просто именно рамадан и тоненький тоненький полумесяц красиво и как бы млекло млекло вот этот весь остальной круг видно и мы идем узнали что каррифур где наша машина стоит работает до 9 сейчас время пол девятого сейчас заберем машинку забежим в магазин посмотрим что там есть вот и поедем отель тут ребят более освещенная улица и также народу почти никого нет вот три человека сидят общаются между собой один машинка мотоцикл вот мужик стоит и тишина все по домам сидят а мы идем кошка и три котенка через дорогу мелкие перебежали только что кишкишкиш а вот каррифур там наш машин стоит оп назад побежал а папа папа ухты как он в дырку туда запрыгнул вот он а их тут два он побежал забирать еще кого-то вот они какие клювы внутри привет да не бойся класс и классная он мать что-то ест пойдем и вон другие два котенка так наша машина одна стоит на парпляции но да но хорошо вот стоит так что идем в магазин главная улица тоже пустая идем ребятки гуляем по каррифуру вот чем не тут есть не знаю что есть виду посмотрю где у них вообще пиво продается если продается вообще тем более в рамадан мару с там дыню себе стоит выбирает я пойду вон туда он вижу сок там что-то должно быть по-любому все как во франции в каррифуре ходим смотрим так сок 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 вода 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 да ладно это нет это не то этот не играю ладно чем найдем вернусь ребятки они рациона алкоголя убрали полностью из продажи вот так вот значит будем вести трезвый образ жизни впрочем как и большинство времени здесь стоит 1 денежка ждет сама руси платит за дыню и два йогурта и мы едем уже в отеле увидимся как ребятки приятно по пустынным улицам этого города ездить дортмун 21 только что забил хорошо как время без 29 на улице 29 нет но было 29 уже 28 с половиной градусов налево стоп знак так едем люди все в кафешках сидят направо а вон там не машина еще ехали мы въехали финиковый лес но без света на мотоцикле наш отель здесь должен быть едем ищем так выглядит отель красиво как картинки всякие так вот рецепшен кошечка и там у нее четыре котенка так ребятки ну вот такова наша комната нормально за 34 90 динара вот как я сгорел клад шоколадный весь прелесть начали пятки целый вас в пузико и давайте до завтра это опять второй уже отель где нам gps с гугла выдает плохие координаты то есть мы опять приехали в отеля говорят нам нет такого но мы видим мы звоним нам пытаются объяснить по-английски они не говорят включили смекалку поехали к мужику закончил играть по ходу фрайбург выигнал сейчас потом вернусь завтра поехали к мужику который говорит по-немецки который в ресторане нас кормил он начал мне объяснять но мы по телефону когда звонили говорили мужику мы тут-то тут-то как вам проехать марис говорит если его правильно поняла он сейчас за нами вернется сюда что мы здесь ждали я выхожу с этим мужиком он не на объяснять как раз подъезжает пацан на мопеде оказывается на рецепшене работает забрал нас привез сюда вот теперь мы здесь так что давайте ребят ульки музыка они такие прикольные котятки вау весело вот всех прогнал